Дорогая церковь Когда обращаемся к Богу, к Писанию, знаете, мы начинаем приобретать смысл своего существования. И имеется такое ободрение. А когда так в суете мы бежим, стремимся, много трудимся, устаем, и приходит усталость, и на сердце такая бессмыслица, и даже жить не хочется. Но Господь нас создал для определенной цели, вложил смысл, поставил перед нами определенные цели. И я все вспоминаю место священного Писания, которое написано в Евангелии Матфея, 5 глава, 14 стих. Вы свет мира. Интересный момент, что Бог сотворил и тьму, и свет, и все, что мы видимое и невидимое. И нам с вами, Он сказал, вы свет. И в другом месте священного Писания Слово Божие говорит, что город стоит на горе и не может скрыться. Знаете, мы как тот маяк, мы верующие люди, и у всех на виду. И интересный момент, что Бог вложил нас в Духа Святого. И вот действия Духа Святого производят в нас свет. И что делает свет? Он делает видимыми вещи, которые окружают нас. И мы имеем понимание, куда правильно идти. Ты знаешь путь, а мы его... Да. И слава Господу, что Бог влил нас в этот свет, и нам дал прояснение ума, да, мы знаем, куда идти сегодня. Бог дал нам это понимание. И вложил нас в Духе Святом принципы, по которым мы живем. И знаете, сегодня тема, вот, принцип семьи в обществе. И проповедники сегодня на утрешнем богослужении говорили о принципах. И я хотел, чтобы мы поразмышляли тоже об одном принципе. Принцип почтения, послушания и уважения. И этот принцип должен, на этом принципе должна строиться наша семья. И я думаю, что мы с вами убеждены в том, что принцип почтения очень важный в нашей семье. Давайте мы прочитаем место Священного Писания, где Бог говорит об этом принципе. Это исход 20 глава, 12 стих. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Знаете, в подтверждение этого Христос говорит это. Евангелие от Матфея, 15 глава, 4 стих. Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью умрет. Апостол Павел пишет свои послания и подтверждает эту истину. И он говорит в послании к Ефесянам, 6 глава, с 1 по 4 стих. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. И это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Почему мы должны почитать отца и мать? Почитать – это значит относиться с уважением. Проявлять послушание и отдавать всякую честь. И первый момент, о котором говорит Писание, потому что этого требует справедливость. Давайте мы немножко так разберемся, почему справедливо почитать детям родителей. Ну, я думаю, для нас это просто. Ну, во-первых, потому что дети родились от родителей. То есть родители первые пришли в этот мир. И можно много об этом говорить, да, каким образом дети приходят в этот мир, как сложно родителям они даются, да. Это очень непросто. И в муках рождаются, и переживания родителей за детей. И, знаете, ну, разные моменты. Я помню, когда рождался мой сын, и, знаете, его достали, и он не закричал. Сразу он должен закричать, и он не закричал. И врач даже сосомневался, что он будет жить. Но через какое-то время он вдохнул воздух и закричал. Знаете, разные переживания, когда родители, ну, трепетно встречают ребенка, готовятся к этому, да, переживают. Ну, это непростой момент. И каждый из нас, я думаю, понимает это. Этого требует справедливость. Родители отдают свою жизнь детям. Знаете, когда рождаются ребенок, то почти все мы делаем для детей. Мы трудимся, чтобы оплатить образование детям. Мы трудимся, чтобы какую-то одежду купить. Мы стараемся для них самое лучшее. Мы переживаем за них. Если они где-то задерживаются в школе. Мы переживаем, мы хотим, чтобы они были самыми умными, чтобы самыми талантливыми. И мы все делаем для них. Мы проживаем жизнь для них. Родители любят детей больше всех. Никто так не любит своих детей, как родители. Любовь родителей толкает на разные подвиги. Я помню, мы отдали своего сына в школу, нулевой класс. Перед школой группка, где занимаются с детьми, готовят их предшкольный такой старт. И мы приехали за сыном забирать там через два часа. И у сына повязка такая на лбу, кровь. Я помню свои переживания тогда, что он упал с парты, разбил лоб. И все эти моменты мы переживаем, потому что мы их любим. И, как я уже говорил, мы желаем для них все самое лучшее. И к этому побуждает наша любовь к ним. Этого требует справедливость. Родители имеют больше опыта. Те трудности, те испытания, те ситуации в жизни, которые дети только начинают проходить, родители это уже пережили. И порой дети этого не понимают. И когда дети достигают где-то 13-14 лет, они начинают давать советы родителям. Начинают не слушаться. Думают, что они умнее, чем родители. Что их мысли более правильными кажутся. Родители являются более опытными. И поэтому дети должны слушаться родителей. И еще родители, имеющие больший опыт, являются наставниками и учителями для детей. И чтобы это обучение проходило правильно, они должны с уважением относиться к своим родителям. И, наконец, впоследствии дети сами становятся родителям. И знаете, что интересно, что мы начинаем пожинать то, что посеяли. Так как мы относились к своим родителям, наши дети подрастали, они видели наше отношение к родителям, они это впитывали. И когда мы потом становимся сами дедушками, мы начинаем понимать, что наши дети начинают относиться к нам так, как мы относились к своим родителям. И знаете, когда мы молоды, есть еще возможность что-то исправить. Просто остановиться и попросить у Бога прощения. Просто остановиться и помолиться, и сказать, Господи, научи меня почитать своих родителей. И вот мы только что рассмотрели ряд причин, почему. Слово Божие, этого требуется справедливость. И это справедливо, что родители это старше нас, они первые пришли в мир, они имеют опыт, они нас любят, и никто так не любит нас, как родители. И все, что они желают для нас, это только доброе. Они имеют огромный опыт и могут нас наставить, научить. Хорошо, когда наши семьи, наши взаимоотношения в семьях строятся на почтении, на уважении, на оказании чести друг к другу. Особенно к родителям, к старшим, к бабушкам, нашим дедушкам. Также Слово Божие говорит не только, чтобы мы оказывали почтение родителям. Кстати, может быть, кто-то думает, что это речь идет о ваших детях, и мы порой забываем, что мы сами являемся детьми нашим родителям. Я думаю, всякий здесь сидящий является ребенком своим родителям. Просто мы имеем, наверное, немножко разный возраст. Я помню, наткнулся в интернете на один ролик, и так там интересная съемка идет, что лежит женщина, уже пожилая, в постели болеет. И к ней приезжает мама, я думаю, ну и там надпись такая, мама приехала к дочери. И пока женщина, пожилая, лежит в постели болеет, и привозят маму 90 лет. И я думаю, какое благословение, да, что мама сама своим ходом на своих ногах приехала проведать дочь. Такой возраст и такое почтение. Слово Божие говорит так же, чтобы мы и друг к другу относились в обществе с уважением и почтением. Мы открываем послание к филиппийцам, читаем 2 глава, 3 стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию. Почитайте один другого высшим себя». Видите, вот этот стандарт уважения. Я думаю, что, ну, вы сейчас сидите и думаете в сердце, ну, а бывает, что, ну, как бы человека не за что уважать. Ну, он себя ведет так, что за что его уважать? Слово Божие говорит, не насмехайся, да, потому что все люди созданы по образу и подобию Божию. Мы все образ Бога Живого. И знаете, если мы будем пренебрежительно относиться к друг другу, то наше общество просто разрушится. И вот сам Бог, давая заповеди израильскому народу, Он определил, чтобы мы почитали старших. Дети, родители. В Новом Завете апостол Павел пишет, что почитайте друг друга. В другом месте еще пишет, жены мужей, да, почитайте, уважайте. А мужья, впрочем, друг друга там пишется, да. И мужья, уважайте жен, да, и относитесь к ним, как сонаследницам Царства Божьего. Также Слово Божие говорит, чтобы мы почитали и наставников наших, и повиновались им. Мы открываем Евреям, 13 глава, посланник Евреям, 13 глава, 17 стих. «Поминуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся от душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Ну, друзья, наставников мы имеем в церкви, и я думаю, каждый из нас понимает, что мы должны с должным почтением относиться к ним. Когда мы приходим сюда в церковь послушать Слово Божие, знаете, ну, что мы делаем, чтобы услышать Слово Божие? Нам нужно только захотеть, встать одеться и приехать послушать. Да, но есть те люди, которые подготавливают служение, которые готовят Слово Божие для вас, которые пекутся о том, чтобы служения проходили вовремя, чтобы приходил автобус, привозил вас сюда в церковь. И я думаю, знаете, мы все люди ошибаемся, и можно каждого человека, знаете, найти какую-то причину, чтобы не уважать. Ну, вот Слово Божие говорит, что эти люди, наставники ваши, которые пекутся о вас, они будут давать отчет перед Богом, и они делают это служение, знаете, с наибольшей такой, с наибольшей такой ревностью и трепетом перед Богом. Они планируют служение, они готовят проповеди, и если где-то они ошибаются, как люди, я думаю, это не должно быть поводом, чтобы, ну, пренебрежительно к ним относиться. Я часто слышу, знаете, там разные отзывы о правителях, о президентах, о руководстве, мы работаем на фирмах, я работаю на фирме, знаете, и у нас начальник один ушел, уволился. И пока он работал, ну, негативно отзывались о нем. И все не так, и это не то. И вдруг его не стало. И стало еще в два раза хуже. И люди говорят, о, хоть бы он вернулся. Знаете, мы порой не ценим друг друга при жизни. Но когда человека не становится, мы сожалеем. Поэтому, дорогие братья и сестры, Господь говорит нам, что наши семьи должны утверждаться и расти на принципах, на библейских принципах. Один из них – это почтение и уважение друг друга. Младшие должны уважать старших. Знаете, подчиненные должны уважать наставников своих. И все в Господе друг другу подчиняться и оказывать почтение. И если это будет, знаете, в наших семьях развиваться и утверждаться, то это будет, знаете, принципом и в церкви. А если это будет принципом в церкви, то этот принцип будет работать и в обществе. Потому что наша церковь состоит из семей. Да, и церковь, она влияет на общество. И наша церковь после богослужения богослужения разъезжается по разным, знаете, уголкам города и штата. И мы там являемся светом. Что интересно, мы не можем спрятаться. Слово Божие, не ставят, знаете, свечу где-то там не прячут, там под кровать или в угол под комод. А ставят на видном месте, чтобы светить. И вот Бог назначил нам быть светом, вложил нас эти в Духи Святом принципы, по которым мы должны жить. И Он говорит, вы должны светить. И поставил нас на видном месте. И я думаю, каждый понимает, когда приходит в общество и заявляет, что он верующий, то к нему очень завышенные требования. Вы согласны со мной? И если вы где-то ошибетесь, ну, тому, допустим, человеку, неверующему ничего не скажут, если он там будет ругаться. Но если вдруг у вас это проскочит, вам сразу скажут, вы же верующий, вы же свет. Поэтому пусть Господь нас благословит, иметь мудрость, знаете, и вот эта ревность, ревность, вот эти библейские истины, которые Бог вложил в Духи Святом, в сердца наши, утверждать в наших семьях и строить наши взаимоотношения, вот на этом принципе почтения и уважения. Аминь. Помолимся. Отец Всемогущий, мы благодарны Тебе за то, что Ты пролил свет в сердца наши, Господи, за то, что Ты нам открыл вот эти принципы, эти истины, Господь, эти заповеди, и вложил в сердца наши, Господь. И мы знаем их, Господи, но порой не достает нас силы, Господь, жить так, как Ты учишь. И мы просим Тебя, Господь, помоги нам, помоги нам находить время для общения с Тобой, чтобы больше и больше исполняться Духом Святым, чтобы в Духе Святом проявляли все эти заповеди в нас, Господи, чтобы мы жили свято, потому что Ты свят, Господи, а мы народ Твой, Господи. И мы просим Тебя, Боже, благослови нас, Господь, чтобы этот принцип святости, Господь, он преобладал в нашей, Господь, семье, в нашей церкви, Господь, и в нашей стране, Господи, чтобы мы почитали друг друга и с уважением относились друг к другу. Тебе за все слава и благодарность. Аминь.